Всем приветик! Вы на канале Лизка с корицей. Я, собственно говоря, Лизка. Вот корица. Блядь! Вот корица, ребята. Сегодня я хочу поговорить с вами о вязании, о том, как я первый раз начала что-то вязать, о том, что я связала, как я вообще до этого докатилась, и там всякие штучечки, лайфхаки, какие-то тренды вязания, что можно связать, покажу. Так что поехали. В целом я вообще никогда не любила вязать, и, возможно, как-то даже презирала это. Не знаю, вообще не нравилось это хобби, но в один из моментов, в один из моментов мне захотелось попробовать повязать. Меня на это, можно сказать, так вдохновили, и мне очень захотелось связать шапку себе. Почему именно шапку, честно говоря, не знаю. Ну, наверное, потому что мне показалось, что это самое такое, что большое, то, что, возможно, стопроцентно, возможно, стопроцентно, что я стопроцентно буду носить. И я в Пинтерсе видела много прикольных шапочек, таких с ушками кошачьими, и мне сказали, что проще будет в первый раз вязать из-за такой толстой плюшевой пряжи, потому что она, типа, побольше, и ее быстрее гораздо связать, потому что она же толще. И я побежала в Леонардо за толстой белой пряжей. Такая подойдет? И сколько нужно такой пряжи на, ну, там, какую-нибудь балаклаву или шапку, не знаю, я не знаю, получится у меня это все или нет, ну, просто вот. И, короче, вот, ты говорила, здесь написано 7,7, 7,5. Я, кстати, не помню, я, наверное, брала два мотка пряжи или один? Два. Мне кажется, да, белых, наверное, два. За двумя белыми, значит, мотками побежала я. Еще я узнала, что крючки, которыми вязать, их, короче, нужно выбирать именно, что каждой какой-то толщине пряжи нужен специальный крючок, то есть там на каждой пряже будет написано, какой нужен размер крючка. К вот этой белой пряже нужен был вроде как, ну, у меня, короче, крючок 7,8, значит, нужно было 7,8, я уже точно не помню. Сейчас покажу вам эту шапку, это просто произведение искусства. Вот такая шапка, я сейчас надену даже, ребята. Так, ребята, я приоделась в шапку. В ней, кстати, теперь плохо немного слышно, потому что такая пряжа довольно толстая и, в общем, представляете, то есть, получается, 5 декабря я сбегала за пряжей в магазин, и уже 9 декабря у меня была шапка прекраснейшая. Но прикол в том, что я вязала, естественно, ну, далеко даже не каждый день, наверное. Короче, это очень быстро у меня получилось вязать эту шапку, еще у меня прям, знаете, такое прям захватило вот это вязание, что я, когда начинала вязать, я не могла остановиться. То есть, даже не хотелось не ложиться спать, ничего, хотелось уже поскорее довязать эту шапку. Но поначалу это шло вообще нелегко, то есть, посмотрев видео, мне показалось, что вязать практически вообще невозможно, потому что что-то куда-то эту нитку все время пихать этим крючком, какие-то петли какие-то, как их там, воздушные петли какие-то, что-то с накидом, без накида. Я, если честно, до сих пор не особо помню, что это такое, но по превосходному туториалу я связала эту шапку, я перевязывала, по-моему, несколько раз я что-то перевязывала, потому что первый раз у меня перекрутилось начало, и там, короче, ничего не пошло, пришлось все заново перевязать, и еще раз что-то у меня тоже не пошло. Но в целом было довольно легко связать, я не знаю, насколько она у меня хорошая получилась, мне, в принципе, все равно, вот, потому что вязала первый раз, и как бы мне шапка очень нравится, она очень теплая из-за вот этой вот мягкой пряжи. Но поначалу я думала, что я вообще ничего не смогу связать, я, наверное, первые вот эти вот самые петли, я, наверное, час точно сидела, пыталась разобраться, как это вообще работает. Плюс еще, самая такая вот моя большая проблема была в том, что я левша, а все туториалы, они на правую руку, но я не нашла на левую руку такую шапку, которую я хочу, и мне пришлось стать правшой ради этого, вот. Я решила ничего не думать, там, не реверсить видео, не заморачиваться в этом плане, просто стала правшой. То есть я крючок держу в правой руке, хоть я левша, но мне уже вообще удобно, я сейчас вам покажу, что я еще связала. Мне вообще удобно, я, то есть в вязании я правша, хотя я, на самом деле, правой рукой вообще почти ничего не делаю. Но, как говорится, если начинать учиться так, то я уже не знаю, как левой рукой держать крючок. Еще я была в шоке, что как бы ты вроде как вяжешь прямоугольник, а у тебя получаются такие вот ушки. До сих пор в шоке, типа, я думала, это какой-то броньон, типа, как ты вроде как прямоугольник вяжешь, а у тебя потом ушки. Это очень мило и прикольно выглядит, не знаю, это моя любимая шапочка, хотя я в ней сходила на улицу всего лишь один раз, но так случайно получилось, я бы в ней, наверное, еще ходила. Я, наверное, немного стесняюсь, но хотя она выглядит почти как покупная, в принципе. Еще я буквально вчера, да, вчера я закончила вязать митинги, но не до конца, то есть, нет, нельзя сказать, что я закончила их вязать. Еще остались там доделать какие-то детали. Перед этим я вам решила еще показать вот это. Это остатки пряжи от шапки и крючок, которым я вязала. Я повторюсь, что вот, то есть, у меня он 7-8 миллиметров, такой он железненький. Я видела, бывают, кстати, какие-то пластиковые такие, они гнутся или из плохого железа. Я на ватбрисе видела фоточки, что они, типа, фиговые, вот. Вот это хороший крючок. Только мне не очень нравится, что он золотой, но я вам сейчас покажу другой крючок, который просто, это бомба цвет. Ребята, вот эту, вот этим я горжусь больше, чем шапкой, потому что на это у меня ушло гораздо больше времени. Знали бы вы, сколько раз я это перевязывала? Наверное, ну, раз 15 точно. Может быть, больше, если такие какие-то мелкие перевязы считать, то, наверное, еще больше. Мне пришлось эту херню отрезать, потому что она, пиздец, блядь, какая-то хуевая, блядь. И, короче, я чуть ничего не поняла, что с этим делать дальше, и начала вязать вторую митинку, потому что вот это я чуть ничего не поняла, блядь, что делать, блядь. Вот такие вот прекраснейшие митинки. Они, на самом деле, не до конца довязаны, потому что я планирую еще на них сделать звездочки в серединку. Должна будет связать звезду, но я вот только вчера вот это все закончила, поэтому звездочек еще нет, потому что я не разобралась, как их вязать. Я не понимаю ничего в туториале, но это, думаю, что пока что первоначально. Я еще миллион раз посмотрю этот туториал, и, наверное, я наконец-таки пойму, как вязать эти звездочки, потому что мне показалось, что это очень сложно. Там очень много каких-то накидов на петельки. Я, наверное, вставлю ссылочки на эти видеоуроки, потому что как бы вроде как я по ним вязала, и чтобы вы нашли там их вдруг кому надо. Короче, непонятно, как вязать звездочки, но я разберусь. Но в целом митинги это просто превосходно. Вообще они Глебу, поэтому они у меня чуть-чуть велики, ну, можно заметить, но круто. Вот здесь шов, он кривой, сказали в видеоуроке это нормально, вроде бы. Я перевязывала просто пипец как много раз. У меня они были вначале очень большие, пришлось перевязывать. Потом что-то разрез для пальца был какой-то большой. То есть у меня вообще-то все время все вначале большое получается. Но в результате все окей. Но я знатно, конечно, устала перевязывать это. Но есть в этом небольшой плюс, то что ты, даже если у тебя не получилось связать что-то, ты можешь как бы все распустить просто и перевязать. По сути, не потратив зря материал, потому что, ну, с ниткой вроде как ничего не происходит. Потому что сколько раз я это перевязывала, все окей. На митинге у меня ушел один моток пряжи, я не помню, сколько там было метров. Я прикреплю, наверное, фото. Ну, вот это вот, то есть остатки. И плюс еще вот этот вот цвет такой интересный. Глеб его выбрал. Я даже не знаю, как называть этот цвет. Он типа, он и не серый, и не коричневый, и не серебряный. И он такой очень интересный цвет. Ну, скорее серый. Такой, я не знаю, какой это цвет. Но красивый. Вот из него надо еще сделать звездочки. Буду пробовать, стараться, я не знаю. А вот, да, вот это мой крючок. Это мне просто очень нравится цвет. Он вроде как не розовый, не фиолетовый, но такой прям он переливается классный. У меня 4,5 миллиметра. На этих пряжах было написано от 4 до 6, если не ошибаюсь, миллиметров крючок можно. Там была просто очень интересная история того, как мы покупали вот эти пряжи для митинок и крючок сам. Мы, получается, за 4 минуты до закрытия Леонардо успели, урвали, так сказать, последний моток пряжи белой. И крючок, это был единственный, по-моему, 4,5 миллиметра. Даже, ну, 4, там тоже там не было, по-моему, ничего. Мы там всех консультантов взбесили, мне кажется, бегали там, искали это все. Нам очень просто нужно было, мне нужно было прям ночью вязать в срочном митинге. Прям, ребята, порыв, вот реально, если ты начинаешь вязать, то я теперь хочу связать все, что угодно. У меня столько каких-то вот идей из Пинтереста в голове. Я, конечно, все не осилю, ну и пряжа тоже, знаете, ну не прям дешевая. Дешевая для, наверное, прям хобби, так что, ну, недорого, но все равно. Мне хочется связать все абсолютно теперь. Вообще, в целом, в Леонардо очень большой выбор различных пряж. Там прям стенда вот прям три, там прям все заполнено пряжем, они даже больше. Там вот так вот ряды с пряжами еще сбоку были пряжи. Там очень много всего. Плюс у них еще на сайте тоже их много. И крючки там тоже разные, есть всякие. Только нужно проверять, в каких магазинах они есть в наличии, в каких нет. Потому что я так хотела какой-то другой крючок, но его не было в магазине. Короче, расстроилась чуть-чуть, но нормально. Кстати, еще есть в Леонардо, я видела, для вязания могут понадобиться такие крючки-маркеры. Типа помечать петельку, на которой ты закончил, вот вроде так, чтобы круг довязать, да, чтобы не запутаться. Я такие не покупала, и я пока вообще без всего вот этого обошлась. Ну, потому что, наверное, здесь как бы не особо нужно. И в туториалах никто не использовал эти маркеры-крючки, потому что без них, в принципе, там понятно, какая петля. Но, наверное, есть изделия, в которых они понадобятся, вот, можно, конечно, просто шпилькой или заколочкой воспользоваться. Но такие продаются штучки. В целом, для новичка, да и не для новичка, мне кажется, очень много на ютубе в целом туториалов каких-то, как вязать, что уйма просто, мне кажется. Там вяжут и бабушки какие-то всякие прикольные вещички, и не бабушки, ну, короче, все вяжут. Вот единственное, сложно, мне кажется, находить такие именно прикольные милые вещи из Пинтереста, там, наверное, гораздо меньше туториалов на них. И если, по-моему, что-то такое супертрендовое Пинтерестское, то оно именно на английском языке, там, туториалы. Но не помешает, мне кажется, это вам. Там, в принципе, понятно же, куда она пихает крючок. Я думаю, можно справиться. Но я вот звездочки пыталась по-английскому туториалу вначале делать. У меня не очень получилось. Не из-за того, что она говорит по-английски, а просто из-за того, что я не понимаю, как вязать звездочку. Потому что я потом нашла такую же звездочку, только чуть побольше размером на русском языке, и я все равно ничего не поняла. Мне нужно как-то справиться связать звездочки на эти варежки-митинге, потому что я хочу их уже доделать. А без звездочек, ну, нормально, но как-то хочется что-то добавить. Все-таки планировалось-то с ними. Я вот еще посмотрела на Пинтересте. Очень много трендовых каких-то вот крутых идей, что связать. Вот хотела с вами поделиться, потому что у меня прям какое-то вдохновение на вязание. Вот хочу все это тоже связать. Ну вот, вот эти подушки-звездочки. Я видела даже на Ютубе, там многие их вяжут. Они прям, по-моему, они не так сложно вяжутся, насколько я поняла. Раз их многие вяжут, значит, не так сложно. Вот, ну, пряжи, наверное, много на подушку надо. Вот еще вот такой смешной игрушка-грибочек. В целом, это вот как раз вот эта пряжа плюшевая, из которой у меня шапка. Таких много разных мягких игрушек прикольных вяжут. Вот есть еще такой зайка. Его тоже очень много на просторах Пинтереста. Я, кстати, видела даже русский туториал такого зайки. Его можно как брелок использовать. Ну или просто можно где-то посадить его как игрушку милую. А вот эти вот наушнички, это просто, не знаю, мне очень нравятся. Это как, типа, теплые наушники на уши. Они вот в виде таких звездочек. И как чепчик вот здесь завязываются. Я не знаю, удобно ли это в использовании. В том плане, что зимой, наверное, в таких будет холодно. Но, наверное, на весну, на осень будет нормально. Я думаю, что... Мне кажется, они не должны продувать уши. Они очень прикольно выглядят, очень мило. И их вроде тоже легко связать. Туториала русского, кстати, я не видела. Но, может быть, можно найти. Еще вот на полароид, на фоточку... Ой, на фоточку. Давай. На фоточку от полароида. Чехольчик такой милый. Это просто такой... Какой-то он прям, не знаю, такой балеткор. Он такой белый с бантичком. Вот это вставил в фотку. И у тебя такая милая висит фотка. Там вот кот на картинке. Не знаю. Мило, классно. Также вот здесь тоже звездочки, бабочка. Я английский только туториал таких находила вроде. Но, может быть, еще можно тоже поискать. Просто бантик на сумку. Это, кстати, очень легко связать. Это даже я шарю, как связать. Очень мило выглядит, согласитесь. Вязать очень легко. Можно, кстати, даже дарить же такие вязаные изделия. Я думаю, что обрадуется человеку, которому вы подарите. Тем более, вы своими руками сделали. Вот еще на наушнике всякие штучки. Завязывать на наушниках. Что я туплю. Завязывать на наушниках вот такие вот, ну, висюльки, типа. Вот в виде цветочка, клубнички. Бывают в виде какого-то вот такого ростка из зомби. Зомби плэнс. Какая-то есть игра про зомби. Вот это росточек такой зеленый. А вот эта шапка, это по типу моей, которую я вязала только из другой пряжи. И меняются цвета, соответственно, в ней. Она такая же, типа, прямоугольная. За счет этого получаются такие ушки милые. Вот. И она тоже прям такая трендовая. Я такие на Валберис видела. Но, согласитесь, прикольнее самим связать. И похвастаться всем, что ты умеешь вязать. Меня очень захватило вязание. Я, честно говоря, уже не знаю, как остановиться. Буду смотреть, как вязать вот эти звездочки. В целом вязать очень прикольно. В том плане, что реально распустила, если тебе что-то не понравилось. И заново связал. Я могу вот это хоть сейчас распустить и перевязать все к чертям собачьим. Это делать не буду. Но в этом плане очень даже экономно поносил. Митинги развязал. Все. И заново что-нибудь можно связать. Но вообще, наверное, правда, пряжа будет портиться немного из-за этого. Если ее прям миллион раз развязывать. Но все равно. Надеюсь, ее кого-нибудь вдохновило начать вязать. Потому что не знаю, как я могла до начала декабря презирать вязание. Потому что это теперь мое любимое занятие. Очень, на самом деле, расслабляет. Сел на диванчик. Сидишь, вяжешь. Там что-нибудь смотришь. Ну, поначалу смотришь туториал, который нифига не понимаешь. И пытаешься миллион раз перевязать все. Но потом уже можешь смотреть сериальчики под вязание. И очень даже классненько. На этом все. Надеюсь, вам понравилось видео. И вы оценили то, что я смогла связать. Подписывайтесь обязательно на мой телеграм-канал. Он называется Лицка с корицей. Там круто, уютненько, комфортненько, эстетичненько. Могу долго так перечислять всякие прикольные слова. Также заходите в описание. Там есть ссылочка на донаты. Вот, можете поддержать мой блог. Может быть, там, ну, на пряжу хотя бы там что-нибудь скинуть. Мне будет очень приятно. Ну, а я пойду вязать, пытаться звездочки, которые вообще не понимаю, как вязать. Всем пока-сики. Субтитры сделал DimaTorzok Друзья, буду очень рада, если вы меня поддержите. Можно переводом на вот эту карточку. Номер есть также в описании. Или по ссылке Donation Alerts. Она тоже в описании. Буду делать топ донатеров. Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...